1 июня 2022 года в день защиты детей компания зэндон выделяет 50 пар обуви для того чтобы их вручить детям с донбасса сейчас они проходят реабилитацию в центре созвездия который находится в красногорске спасибо огромное андрею васильевичу павлову президенту компании зэндон который делает такое большое дело в сегодня день защиты детей но вот ребенок в багажнике это не пленник далеко пять человек сегодня заявила желание вручить эти подарки а куда мне посадить машину только в багажник да андрюш нормально все точно да но в первую очередь я хотел бы обратиться к молодым к молодому поколению с праздником днем защиты детей я уже здесь бывают наверно третий год подряд как раз на день защиты детей мы привозим благодарю спасибо андрею васильевича павлова который предоставляет это вникает во многие проблемы мне безумно приятно и также ты моим воспитанником которым тоже преподается определенные ценности я сам прошлом ветеран спецслужбы боевых действий вот как тоже повоевал поэтому могу представить и понять через что вы прошли поэтому дай бог вам никогда этого больше не видеть надеюсь все очень быстро скоро закончится подарок андрея васильевича в пятнадцать это только для вас так это вам Спасибо. Учредителю, создателю и президенту компании «Зенденгрупп» Павлову Андрею Васильевичу… Ура! 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 Ну вот подошел к концу наш благотворительный рейд. Сейчас в Красногорском центре созвездия на реабилитации находятся семьи из Донецка и из Луганска. Как мы видели, некоторые дети ранены, и осколочные ранения, и пулевые есть. Но нам безумно было приятно подарить сегодня частичку тепла именно в этот день, в День защиты детей, детям и родителям, которые слышат постоянно взрывы, стрельбу. Мы очень сильно надеемся, что наши подарки благодаря компании «Зенденгрупп» помогли им отвлечься от всего этого и узнать, что такое настоящая мирная жизнь. Искренне верю, что скоро вся эта ситуация разрешится, и русскоязычное население Донбасса будет жить спокойно. Еще раз всех с праздников, с Бог защиты детей, и желаю всем никогда не видеть, что такое взрывы и не знать, что такое слово «Война». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова